Спортивная гимнастика привлекает к себе как спортсменов, так и зрителей. Очень интересны выступления гимнасток, которые покоряют гимнастические снаряды, делая это четко и красиво. В нашем районе этот вид спорта давно уже развивается. В отделении спортивной гимнастики Дю США имени Станислава Терентьевича Шевченко занимаются 350 юных спортсменок. Путь к спортивным вершинам нелегкий и продолжительный, и только сами спортсменки и их тренеры знают, что на самом деле стоит за легкостью и красотой. Старший тренер отделения Николай Полтавский всю свою жизнь посвятил этому прекрасному виду спорта и может всегда рассказывать о нем, ведь для него в этом уже мало секретов. В многоборье у нас четыре снаряда, это прыжок в брусье, бревно и вольное упражнение. Вольное упражнение это вот ковер, который сзади меня, 12 на 12, который в себя включает хореографию и акробатику. Все это очень красиво. Количество тренировок зависит от уровня подготовки. Младшие в двух раз начинают, а старшие уже каждый день, ну кроме одного выходного. И занимаются по три часа старшие, которые мастера, кандидаты. В спортшколе есть чем и кем гордиться. Именно здесь девочки, тренируясь, преодолевают сложности и наращивают мастерство. Очень много подготовленных мастеров спорта, Советского Союза, потом России. Есть у нас один мастер спорта международного класса, это Розенкова Марина. Все тренеры, которые сейчас работают, это все выпускники нашей школы. Так что уже с огромным тоже стажем. Надеюсь и в дальнейшем нас будет молодежь заменять именно наши ученики. Для того, чтобы добиться успехов в этом виде спорта, нужны талант, усердные тренировки и увлеченность. От простого к сложному. Сначала, чтобы это очень было интересно. Потом, когда они уже, естественно, приобретают какой-то опыт свой спортивный, тренировочный, они в это и втягиваются уже. Без этого даже многие жить не могут. На это отмечают даже и родители, что они бегут сюда просто. У них даже больше друзей тех, которые находятся в спортивной школе. Лучшие гимнастки спортшколы уверенно защищают спортивную честь муниципалитета края Южного федерального округа. Неоднократный победитель и призер соревнований разных уровней, мастер спорта по гимнастике Кристина Морозкина не представляет своей жизни без этого спорта. Без гимнастики вообще не вижу уже свою жизнь. Я очень полюбила ее. Она мне дает силы, энергию. Также в школьной физкультуре помогает мне. То же самое ГТО сдать. Тренер тебя направляет, он подсказывает, говорит твои ошибки, говорит, как правильно это сделать. Благодаря ему получаются все элементы и составление комбинаций. Она с радостью участвует в соревнованиях, поскольку они дают возможность себя показать и накопить опыт выступлений. Они дают справление с эмоциями, как ты воспринимаешь их. Зависит все еще от ранга соревнований. Чем выше, тем немножко страшнее бывает, волнение какое-то идет. Но это опыт и умение справляться со своими эмоциями. На счету Аллы Данильченко немало отличных выступлений. Она побеждала и завоевывала призовые места в краевых, ЮФО и всероссийских соревнованиях. Можно тело держать в тонусе, это как минимум, но также мне нравятся элементы, которые тут можно выполнять. Снаряды есть любимые, например, такие, как бревно. Я, можно сказать, поймала баланс, и из-за этого у меня достаточно легко получаются все элементы, и мне просто делать его. Серьезные тренировки помогают сохранить и приумножить форму и нарастить мастерство. Все это проявляется во время состязаний. Славянским спортсменкам нравится выступать красиво и с настроением. Судьями оцениваются сложность программы и отдельных ее элементов, а также чистота и уверенность исполнения. Гимнастки участвуют в соревнованиях, получая медали и награды за высокие результаты. Успехов они добиваются благодаря опытным тренерам и своей спортшколе. Двери отделения гимнастики всегда открыты для желающих заняться этим замечательным видом спорта. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Программа «События».